Проповедь девяностая. Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Евангелие от Матфея, 26 глава, 10 стих. Мария сделала для своего Господа что-то необычайное. Она не только недовольствовалась тем, что делалось до нее, но и не желала уступать другим первенствам. Так она решилась выразить свою привязанность. Освященное сердце, лучше чем прозрачный алавастровый сосуд, возливалось в этот момент. Обильное благоухание нарда могло исходить только из сокрушенного сердца. Это душа, в которой могущественно проявилась любовь Спасителя, сердце, принесшее изысканные плоды. Если ты ворчишь на других, потому что они не идут твоими проторенными путями, потому что осмеливаются немного отклониться от обычной линии, то подумай о том, что и для тебя есть много работы. Даже если твое дело не совсем похоже на их дело, делай просто то, что тебе приказано делать. Люди, отдающие все, что у них есть, конечно, редкость. Вам придется проделать большой путь, прежде чем вы сможете постучать в дверь такого христианина. Если бы для них всех пришлось построить убежище, то было бы достаточно одного маленького домика. «Дайте им работать». Таких людей, которые много делают для своего учителя, немного. А ты следи только за тем, чтобы твое сердце было исполнено любви. И потом следуй его первому духовному велению. Немедли. Когда Господь в первый раз сказал Уайтфильду «Иди и проповедуй на поле», то разве муж Божий тогда имел представление об успехе? Конечно, нет. Он не думал ни о чем другом, как только выступить перед несколькими тысячами людей. Но Господь намеревался сделать большее. Зажечь своим огнем всю страну. И начать невиданную до тех пор эпоху. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok